Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-зрители! Сегодня у нас четверг. Время в городе Чикаго, 11 часов утра. Время на западном побережье Калифорнии. Это Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 9 часов утра. На Восточном Нью-Йорк, Вашингтон, 12 часов дня. Ну, а в Москве 20 часов. И мы начинаем нашу программу, которая идет у нас регулярно по четвергам, которая называется «Женская гостиная». Хозяйка ее ведущая Анастасия Хрущинская, которая и представит сейчас своего гостя. Настя, пожалуйста. Спасибо, Ниш, большое. Добрый день, дорогие друзья! Я с радостью представляю вам сегодня свой эфир. Поздравляю вас с началом зимы. Сегодня 1 декабря. Это очень здорово. У нас скоро новогодние праздники. Сегодня у меня потрясающие гости. Это, наверное, приход ощущения трансформации. У нас будет всю передачу, я надеюсь. Я с огромной радостью и любовью представляю свою гостью. У меня в гостях Лудомира, потомственная целительница в девяти поколениях, этнотерапевт. Она сама исцелилась от рака и вылечила в 36 странах и на трех континентах 8,5 тысяч людей от рака. Не только от рака и не только исцеление. Она помогла избавиться от долгов, помогла разбогатеть, вернуть молодость и выйти замуж около 7 тысяч женщин. Это вообще удивительно, конечно. И даже очень известные люди и знаменитые к ней обращались за помощью. И Лудомира помогает с проблемами бесплодия. Благодаря целительству многие женщины смогли родить здоровых детей. И она первая на Земле из восьми посвященных в индо-тибетский метод целительства. И сегодня мы будем говорить. У нас тема обширнейшая. Я надеюсь, мы успеем за час об этом поговорить. Что такое сила рода и как очистить карму рода и подсоединиться к талантам и силе рода. Лудомира, доброе утро, добрый день. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, радио Сангейтс. Я очень счастлива быть с вами. Для меня это огромное-огромное счастье беседовать с людьми, которые делают на Земле такое важное дело. По сути, вы солнечный лучик в этом мире. И даст Бог вам, Настенька, и всем, кто нас слышит сейчас, сохранить это солнышко в душе. Не только потому, что в Калифорнии всегда хорошая погода, солнечная. Но самое главное, нам светить на этой Земле среди всех ситуаций, среди всех трудностей. Спасибо, что мы вместе. Спасибо вам огромное. Очень радостно. У меня прям мурашки по коже пошли, потому что я почувствовала даже через интернет, через кап, я вот эту энергетику вашу почувствовала. И времени мало, я просто чувствую, что нам не хватит. Поэтому я немножко переживаю из-за этого. И мне очень хочется сразу буквально... Может быть, вы пару слов скажете то, что я не сказала о своей истории. Я знаю, что у вас семейная традиция целительства. Поэтому для вас вот именно тема рода, она не просто как бы вот вы ей занимаетесь, да? Это именно то, в чём вы выросли, в той традиции, которая для вас самая важная, наверное. И поэтому, я думаю, вы этим и занимаетесь, этим вопросом. Это один из важнейших вопросов. Буквально пару слов, да? Вот как вы стали целителем, а потом мы уже перейдём к теме нашей программы. Ой, я постараюсь, конечно, спасибо, Настя, уместить это в пару слов. На самом деле история началась давно. Меня воспитывала бабушка, которая до восьми с половиной лет мне прививала возможность контактировать с силой природы, с духом. Она говорила, доченька, всё живое. Кланяйся ручью, когда в лес заходишь, домой зайдёшь, за ручку двери только возьмёшься, а уже здоровайся с хозяином дома. И я помню, как она людям помогала. Акушерка ночью к ней прибегала. Господи, какой это был год. И опасно было лечить людей тогда, да? Все нетрадиционные методы считались опасными опиумом для народа. И говорила, Марья Петровна, женщина кричит, третий день, не может разродиться, помоги. И бабушка тёмный платок надевала, чтобы ночью не было видно. И в больницу бежала, в роддом. И там рассказывала, глажу я его по животу. И говорю, ну что ты там засиделся, родимый? Давай выходи уже, посмотри, сколько тебя тут людей ждут. Вот молитвами уговаривала. И маточка открывалась у женщины, на ребёнок выходил, рождался. Парализованных поднималась просто на ноги. Корову ободнула, помню, парня молодого. Ей на носилках принесли. А назад домой через две недели ногами ушёл. Баня, молитва, пучком трав и наставлениями. Потому что самое главное, что говорила бабушка, это если человек дух чтит, а Боги помнит, то к нему всё хорошее идёт. И это было огромное чудо. А быть в этом я не осознавала, не ценила это. Каждый вечер бабушка мне молитвы читала и говорила, что Богу писем не напишешь, даже телеграмма не отошрёшь. Только молитвой можно связаться с ним, так, чтобы он тебя услышал и сделал то, что нужно ему. А ты сможешь это понять, нужно это тебе или нет. А потом бабушка умерла. А мои родители были коммунистами, атеистами, социалистами. И меня воспитывали во всех измах. С пониманием, что йоги — это сумасшедшие старики, которые сидят в пещерах и ничего для правительства не делают. Шаманы вообще психболевые люди. И у вас там такие родители были очень идейные, да? Папа был партиец, коммунист. Мама очень такая с жёстких требованиями, правилами. Бога нет. Я помню, мама рассказывала, что когда её бабушка учила контакту с Богом, а в школе над ней смеялись. В конце концов, она Библию сожгла. Говорит, я не могла. Я просто сожгла Библию, сказала, что нет, никогда не буду верить в Бога. И вот она придерживалась этих правил. Но это длинная история. А мне очень повезло в жизни, потому что около 22 лет мне было. Мне поставили диагноз лейкемия. И никто мне не мог помочь. Ни мои профессора, ни медицинские светила. И это был последний момент, я помню, когда старенькая доктор, когда она уже клала меня в больницу, она посмотрела на меня так по-доброму. Лет 60 ей было. Говорит, голубушка, так, знаете, голубушка, ты помнишь, что тебе больница не поможет? Ищи, ищи бабушку. Ищи тех, кто в деревнях вымаливает. И это был для меня, знаете, очень сильный шок. Я лежала в больнице, плакала в эту больничную серого цвета со штампом наволочку и спрашивала у того, в кого я не верила к тому моменту, где вообще, где правда, почему мне так быстро забирают жизнь, которая мне дана, зачем всё это. И в один момент я услышала, я думаю, вернее, я уверена, что это не было сном, это была тёплая ладонь, большая ладонь бабушки, которая лежала на моей голове. И я услышала её голос. Ну что ж ты, глупенькая, плачешь? Богу-то письменно пишешь. Телеграммы ему не отошлёшь. Можно только молиться. Молись. Я думала, что я забыла эту молитву, но я её вспомнила. Я её всю ночь произносила вслед за бабушкой. А утром, когда я проснулась, я поняла точно, что это не конец, это начало. И вы знаете, Анастасия сбежала из больницы через окно. Бабушка, потом подруга забирала мои вещи. А вечером того дня ко мне позвонила моя приятельница и сказала, ты знаешь, здесь какие-то странные, сумасшедшие шаманы приехали. Ты не хочешь на них посмотреть? Я сама шаманов боюсь. Ну ты смела, а я с тобой пойду. Это была моя первая встреча с теми людьми, с моим учителем, который дал мне новое рождение, новую жизнь, который дал мне понимание на смысл препятствий на земле, на таланты, которыми я обладала. И тогда я помню на первой моей индивидуальной диагностике, моей миссии, такая сорокаминутная практика индивидуального контакта с наставником. Он мне говорил, ты будешь ездить по всей земле, передавать людям знания. И я помню, это меня возмущало, внутри мою коммунистическую часть возмущало. Как я буду ездить, Господи, в моем состоянии, с железным занавесом, 89-й. Как я буду ездить? Он говорил, ты будешь помогать людям, видеть причины болезней, которые привели, причины, которые привели к болезням, причины, которые привели к страданиям рода. Ты будешь смотреть и видеть 12 поколений предков, которые накапливали либо таланты, либо трудности. Я помню, что моя атеистическая часть очень сопротивлялась и был внутренний диалог, который говорил, до этого невозможно, кто бы мне помог. Врачи говорят, у меня есть последние три месяца. Последняя стадия лекемии, это не шутки. У меня есть последние три месяца. Но потом победил здравый смысл. Я сказала себе, а что я теряю? Может быть, не здравый смысл, может быть, как раз и вера в Бога, она как раз и сила молитвы, она победила, вот в значительной степени, именно потому что, когда здравый смысл, это как раз к врачам, наверное, больше относится, мне кажется. Потому что то, что произошло, вот то, что вы рассказываете, я поражена, конечно, историей, удивительно. Вот я сижу, говорю, у меня мурашки бегут по коже, слезы практически на глазах. Я тоже. Да, я понимаю, я прекрасно понимаю. Да, и, наверное, все-таки это действительно как раз то чудо, которое должно было произойти для того, чтобы ваша энергия внутренне трансформировалась возможность отдавать, да, потому что, когда мы очень ограничены, мы не можем, мы сосредоточены на этом материальном мире, когда мы не проходим какие-то испытания, то мы, в общем, не в состоянии никому помочь. Вот это большая проблема. И только, наверное, чудо, вера может это сделать. Это точно, Анастасия, абсолютно. Мы не можем изучить мир книгами, нам нужно изучать его своим опытом, поэтому... А сейчас вот вы говорили цифры в начале. Знаете, я сама, когда слушаю, мне немножко страшно становится. Их собрали мои ученики, они посчитали, сколько людей проходит через наши встречи. Вот сейчас я, когда была на Дальнем Востоке, давно не была, может быть, лет пять, вы знаете, так интересно, мы делали шоу сверхспособностей, на которых показывали те возможности духа, которые есть в человеке. Стеклохождение, феномен одеревенения тела, когда тело становится таким сильным, что может выносить любые нагрузки. То есть это реально, это есть внутри нас. И нам помогало очень много людей. Это в Комсомольск-на-Амуре был. Вы знаете, приходили те, кто снимали видео, фото. Я помню, подошла к видеооператорам, оператору поздоровалась с ним и сказала, скажите, пожалуйста, зачем всему залу, скажите, зачем вы здесь? Как вы нашли это время, чтобы помочь людям? И он мне сказал, вы знаете, вы в 2008 году вылечили мой рак простаты, поэтому я здесь. Я хочу вас поблагодарить своей работой. Я начинаю плакать, извиняться, что я забыла имя этого человека. Подхожу к фотооператору, кажется, Леночка его зовут. Лена, говорю, ну вы как нашли время? В конце дала возможность всем, кто организовывал, рассказать, зачем они это делают. Лена, как вы нашли время? Она мне говорит, а вы помните, вы моей дочери помогли в 2005-м? Вот сейчас она уже большая, сейчас она уже здоровая. Спасибо вам большое. Я пришла сказать вам спасибо. И вы знаете, это на самом деле это огромное счастье, счастье иметь возможность смотреть в глаза людей, которые изменяют свою жизнь к лучшему. И тогда уже неважно все трудности, которые связаны, моя судьба, переезды, испытания, тогда понимаешь, что есть смысл жизни. Вот это как раз то, что говорил мой учитель в тот знаменательный для меня день, когда моя жизнь полностью перевернулась. Он говорил, ты будешь помогать людям. Хотя какая-то часть моя не верила в это. Вот сейчас сбылось все, то, что он говорит. И сейчас уже мои друзья, мои ученики рассказывают мне о том, как они удивляют врачей своими диагнозами. Вообще я люблю удивлять врачей. Я хочу все-таки попробовать, давайте попробуем, поговорим о том, о чем мы анонсировали. Что же такое сила рода? Почему это так важно? Почему нам очень важно сохранять связь со своим родом, знать своих предков? Почему мы должны вот эти 12 поколений понимать, осознавать и вспоминать? Вот вы сейчас уже упомянули о сверхспособностях. Это же тоже корни идут оттуда, потому что эти сверхспособности мы можем как раз из нашего рода почерпнуть. Что же это такое, почему это так важно? Настенька, спасибо за то, что вы направляете на цель нашей встречи. Дорогие, обращаюсь ко всем. Все, что сейчас у нас происходит, это уже работа с вашей силой рода. Эта возможность включиться в поток, в идейный поток, в энергетический поток, в поток эмоциональных состояний понимания, что я — это частичка огромного древа. Если вы когда-нибудь видели дерево, растущее на краю, да, вот может быть, вы видели огромные корни, корневую систему. Вообще, учёные утверждают, что корни должны быть больше, чем крона, чтобы дерево было устойчиво во всех, на всех ветрах, на всех катаклизмах, а корневая система гораздо больше. И если мы с вами представим, какой опыт находится в нашем ДНК, опыт тех, кто жил до нас, ну, если мы начнём от Адама и Евы, если мы начнём от первородителей наших, это огромнейшая сила выживания на этой земле, огромная сила опыта женской энергии, красоты, дипломатии, наслаждения, радости и любви. Это огромная сила мужской энергии, защиты, заботы, лидерства, логики, уверенности, благополучия. И представьте себе, что всё это и мужская, и женская сила есть внутри нас. Это сила наших корней. Она заложена на уровне ДНК. Наверняка каждый из вас знает, когда приходишь на приём к врачу, первый вопрос, который задают доктора, это, есть ли у вас какие-то хронические заболевания, которые идут по роду. Почему это так важно? Потому что заболевания накапливаются. Но если мы с вами вспомним о том, что все болезни начинаются со слабых мыслей, идей, которые реализуются в негативные, деструктивные эмоции, эмоции страдания, чувства вины, страх, тоска, депрессивность, всё это рано или поздно опускается до уровня болезней. И эти болезни остаются на уровне ДНК. По сути, у меня очень много друзей-врачей, которые сейчас уже начинают спрашивать не просто хронологию болезней, а хронологию, как прожили ваши предки, а были ли страдания в вашем роду, страх, чувство вины, неудовлетворённость с собой, которые они сохранили. Ибо нам нужно искать истинную причину, которая находится в духовных параметрах, параметрах психики, параметрах нашей души рода и понять, какие причины привели моих предков к этим страданиям. Потому что, если я найду эти причины у предков, я могу найти эти причины в себе. Господи, как мы похожи. Помните поговорку «Если хочешь узнать, какой будет твоя жена в старости, нужно на кого посмотреть?» На её маму, да, совершенно верно. Точно. Если хочешь узнать, каким будет твой муж в старости, посмотри на его отца. Это народная поговорка. Но это действительно так. Ученые утверждают, что с 0 до 13 мы впитываем как губка 80% информации за всю жизнь. Представляете, мы оставляем свободного опыта, так скажем, возможности 20% память дальше, после полового созревания, особенно после 25, уже не очень гибка для восприятия. Есть этому разные объяснения, могу сказать, как со стороны психологии, так и со стороны шаманизма. Вот со стороны мудрости волхвов, предков, мы можем сказать так, опыт нашего рода, он передаётся добрыми духами, защитниками рода, которые создают защиту, помогают и оберегают наш род. Именно поэтому наши предки за стол не садились, прежде чем крынку молока и краюшку хлеба роду не передать. Причём молитва была такая «Диду, диду, хоть да убиду, ты еси и нам доси». И праздники, и осенние диды после сбора урожая все благодарили род, знали, что есть таланты в роду, которыми нужно благодарить и которыми нужно пользоваться. Но кроме этих добрых духов, которые заложены в нашем опыте предков, есть и невыученные уроки наших предков. Господи, сколько войн они пережили, сколько страданий, сколько мучений, и голодовки, и потери близких, и тысячи революций. Это, наверное, в нашей стране актуально, потому что мы вообще люди, которые в Советском Союзе выросшие, мы памяти не имели. Когда ты начинаешь разбираться со своим родом, если тебя какие-то задачи беспокоят, и ты вдруг начинаешь, то очень с большим трудом многие люди, я вот сталкивалась с тем, что, ну хорошо, если они до четвертого поколения могут дойти. И это, во-первых. Во-вторых, мы вообще не знаем, что на самом деле происходило, потому что в силу обстоятельств исторического аспекта у нас все было извращено, все было переворено. Мы, в общем, по-хорошему-то и не знаем, что происходило с нашими уже прадедушками и прабабушками. И это, конечно, огромная трагедия, потому что род – это изначальная энергия, это источник нашей личной жизненной силы. И если мы этим источником не будем пользоваться, то кто мы будем? Естественно, мы будем болеть. Поэтому, мне кажется, это как раз для современного мира это большой энергетический ресурс, если мы начнем работать с кармой рода, с нашим родом. Потому что сейчас то, что происходит, я, конечно, я понимаю ваш посыл удивительный, вашу миссию, потому что то, что сейчас происходит и здесь, в Америке, и у нас в стране. Я по-прежнему русский человек, да, я выросла в России, я все равно никогда в жизни от своей страны не буду открещиваться, потому что для меня это очень важный момент. И я понимаю, как люди стали болеть ужасно, и мне кажется, что именно благодаря роду они могут все-таки пробовать хоть какими-то способами излечиться, потому что аллопатическая медицина практически бессильна, да, мы это наблюдаем сейчас ежедневно. Я прошу прощения, у меня такое нестандартное. Я слышу крик вашей души, я слышу его. Спасибо большое, мы разговариваем на одном языке. Действительно, вы знаете, я наблюдаю очень многих русских, которые живут в Америке, и здесь люди делятся на два лагеря. Одни, которые настрадались на нашей родине, а я очень прекрасно понимаю, этих людей есть, почему нести вот это страдание. Они говорят, я больше не знаю ничего русского, мои дети никогда больше не будут разговаривать на этом ужасном языке. То есть полностью идет запрет на все русское. И в этом, понимаете, или другой вариант, когда мы получаем какой-то стресс, какие-то обиды во взаимоотношениях с нашими родителями. Господи, сколько таких поломанных судеб, когда дети уезжают из дома и стараются не общаться вообще с родителями. Как восстановить этот контакт? Ведь, по сути, ничего хорошего, когда мы оставляем обиду в душе, не происходит. Это как закопанный труп, который лежит под землей нашей памяти, но он источает зловоние даже оттуда. Он должен перегнить, он должен дать какую-то проблему, болезнь, если это страдание не будет трансформировано. Почему в древности сжигали наших предков на капищах? Вот нам нужно сжечь, трансформировать и понять, почему мне даны такие препятствия, почему мне даны такие взаимоотношения с отцом и матерью, зачем мне это? Вы знаете, я очень много раз наблюдала, слава Богу, мой учитель высшие силы дают возможность видеть реинкарнации, воплощения, и видеть, почему душа родилась именно в этом роду. Ну вот, Господи, недавняя история, женщина приходит, знаете, кулаки сжимает, сама серого цвета, ну вот ничего женственного, серая одежда, серое лицо, короткая стрижка, губы в щелку, вот представили, да, образ такого человека, и она меня спрашивает, почему от меня ушел мой любимый человек. Я начинаю смотреть и видеть у нее ужасные отношения с отцом, у ее мамы, у ее мамы большие проблемы с мужем, в четырех поколениях люди расставались, пары расставались, либо страдали в отношении друг с другом. Я прошу Оленьку, Оленька, расскажите, какие у вас были взаимоотношения? Ну какие, говорит, жили, работали вместе, детей вскармливали. Я говорю, ну а где женщина внутри вас? Радость-то где? Любовь где? Гибкость, дипломатия? Она смотрит на меня такими, знаете, очень серьезными, даже немножко злыми глазами. А зачем? Он должен, он должен кормить моих детей. И вот здесь я вижу дух. Он имеет форму, он имеет вес, и он имеет сознание. Это дух ненависти к противоположному полу, который накапливался в четырех поколениях. Живет в области горла. Спрашиваю, как у вас дела со щитовидкой? Оказывается, гиперфункция, проблема, а уже начались кисты на щитовидной железе. Плюс еще очень связана щитовидная железа с маткой, с яичниками. Плюс начались проблемы молочницы безостановочные, проблемы мочеполовой системы. Плюс муж ушел. Начинаем работать, начинаем, пригласил ее на наш ретрит. Мы раз в три месяца, Анастасия, и всем это, Господи, всю эту информацию хочется передать всем. Раз в три месяца мы проводим здесь, в Калифорнии, ретрит на чудесных местах, красивейших местах в лесу. Три дня вместе практикуем, утром делаем славянскую йогу, практики, связанные со здоровьем тела. Днем общаемся с силой природы, с небом, с деревьями, с горами. Есть силы природы, которой мы можем пользоваться. Вечером делаем обряды древние, контакты с родом, коммуникации, чтобы научились мы прощать и благодарить эту жизнь, а как следствие понимать, что дают уроки. И вот Оленька, слава Богу, была на одном из таких ретритов. Вы знаете, то, что произошло с человеком, это не чудо, это нормальная работа правильного отношения к ситуациям прошлого. Наши предки говорили, если человек не благодарен прошлому, у него нет будущего, у него закрыта дорога в будущее. И вот, слава Богу, прекрасно, начала надевать юбки, начала краситься. Конечно, это разумно, а самое главное, начала использовать ту силу благодати женской, которая есть в инстинктивной природе каждой из нас, в опыте нашего ДНК, в опыте наших предков, когда женщины, помните, румянили щечки свеклой, платок одевали красивый, и глазки блестели. И это всё было благодаря правильному отношению к себе, к высшим силам, к земле матери. А как следствие и отношения хорошая, муж вернулся, и здоровье прекрасное. Понимаете, то, что хотели сначала оперировать, щедовидку, и не знала, чем лечиться, сейчас, слава Богу, здорово. То есть даже вплоть, опошлось без операции, без оперативного вмешательства. Обошлось без операции. И это действительно правильная возможность найти причину проблемы. Она была в роду. Это был дух ненависти к обиде, к противоположному полу. Очень интересный момент, можно я вот добавлю, потому что, когда мы приходим, например, к врачу, врач нас спрашивает, вот у вас есть у вас наследственные заболевания, чем болели, там мама, папа, живы они, допустим, а вот интересно, что мы сейчас с вами разговаривали, и мне пришла сразу в голову мысль, что те самые проблемы психологические, проблемы в отношениях, проблемы ментальные, духовные, они абсолютно точно так же транслируются, как и физические болезни по роду, потому что, если, допустим, женщина, бабушка развелась, разошлась, воспитывала детей, одна мама, точно такую же, как правило, такую же судьбу повторяет, и дочь точно таким же идёт путём. И если мы можем это наблюдать, нам кажется, ну почему нам посылается? А ведь достаточно просто оглянуться, посмотреть вообще, как живут наши родители или как жили наши бабушки и дедушки. Не копируем ли мы ту же самую программу? Ведь это же так просто. Не только заболевания физического тела передаются, тело нашего астрального, тело нашего духовного, они точно так же идут с нами и нас преследуют. Это невероятно. У меня прям сейчас как осознание пришло, вроде бы я уже давно это всё знаю, но это просто как удивительный такой коннекшен пришёл ко мне. Спасибо вам огромное. Всё верно. И это действительно, потому что сейчас идёт поток, сейчас идёт энергия на решение конфликтов внутри. А каждого, кто смотрит эту передачу, конечно, Настя, спасибо вам огромное за вашу помощь людям. Пусть она будет продолжаться многие-многие годы, потому что сейчас это самое важное. Самое важное понять, что болезни не только физические. Болезни — это бедность, болезни — это одиночество, болезнь — чувствование себя жертвой ситуации. И это не просто, болезнь — это бедность, и это тоже болезнь, потому что это невыстроенное отношение, как говорила моя бабушка, «Божичи ничтя, а бедничью кланяются». Представляете? Ведь не зря наши предки назвали бедность от слова «беда», а богатство от слова «бог». Конечно, в этом тоже есть своё понимание. Не кланяться надо, не просто кланяться надо, а правильно направлять эту силу Божичи богатства. Но действительно так и есть. Сейчас такое сложное время, в котором нужно видеть причины. Причины, которые меня приводят к одиночеству, к проблемам отношений, причины, которыми болезнь, дух болезни учит нас. У каждой болезни есть свой голос, который пытается достучаться до нашего сознания. И, конечно, в это сложное технократическое время, когда многим людям, особенно, Господи, в Соединённых Штатах гораздо легче проглотить таблетку, чтобы стать оптимистом на время, вместо того, чтобы лечить душу, вместо того, чтобы пробуждать внутри силой мысли, силой обрядов древних. Ведь ритуал от слова «ритм» и раньше в древности даже слово «праздник» было от слова «прадед», обращение к предкам. Это был ритм каждого, на каждых выходных люди молились, благословляли, обращались к силам земли. Земля-матушка, земля-кормилица-поилица, прости и правь меня, в чём не право я, водица-живая, сестрица-родная, прости меня и правь меня, в чём не право я. Это настолько ритм гармонии, красоты, который идёт от древних молитв. Я всем-всем желаю, дорогие, прикоснуться к этому знанию, не отвергать эти родовые корни, ибо в них десятитысячелетняя история. Может быть, вы слышали о древней Гипербореи, Дарьях, которые жили на территории древней Арктики. До сих пор учёные находят карты с мельчайшими речушками, с холмами, и не могли понять, откуда эти карты, потому что нет на Земле таких мест. И только со спутника нашли. Это Арктика. И это действительно так. Я помню свою жизнь там. Мой учитель рассказывает очень много информации о древних мудрых людях, которые жили севернее наших славянских стран и несли огромнейшую силу предыдущей цивилизации. А потом, когда они выстроен был баланс между духовным и материальным, материальное победило, была катастрофа. И по лесу земли сдвинулись. И там, где было жарко, стало холодно. Там, где было холодно, стало жарко. И когда холод пошёл на Арктику, мудрые люди, жрецы, пошли вниз туда, где тепло. И они стали образовывать страны. Они образовали протославянскую цивилизацию. В Германии, в прибалтийских странах очень много информации сохранилось о древнейшем знании. Один из символов которого – это калаврат, вращение солнца. Ему 10 тысяч лет. Представляете, какого количества мудрости и знаний хранят наши предки. Это знание было до ведического знания. Прото-ведическая цивилизация, прото-индуйская цивилизация образовалась уже после славянства. Поэтому в нашем ДНК, в нашем опыте предков огромнейшая сила мудрости, как чтить эту жизнь, природу счастья внутри себя, как приглашать эту силу знания в себя и как постепенно трансформировать, ставить зазор, ставить дистанцию, расстояние между собой и теми самыми страданиями рода, которые были накоплены и которые, как осознанные духи, имеющие жизнь, имеющие сознание, желающие продолжить себя через нас, пытаются проявляться через ревность, страх, чувство вины или желание опустить руки и сказать, всё, жизнь потеряна, я жертва ситуации, оставьте меня здесь. так много судеб удалось мне вылечить, потому что мы вместе, это даже не я, это та сила, которая действует через меня и которая уже сейчас помогает каждому, кто смотрит эту запись. Даст Бог вам, родные, вам и вашим семьям, детям вашим и вашим предкам, чтобы вы чтили и помнили законы рода, рода земного, который дал нам жизнь, и рода духовного, который дал судьбу нам в этом мире. Это две силы, сила корней и сила кроны. Нам обязательно нужно держать их в здравии, в любви, в гармонии с миром. Спасибо вам, родные. А скажите мне, пожалуйста, Владимир, у меня такой вопрос, каждый ли человек способен восстановить эту энергию рода, потому что мы же иногда сталкиваемся в нашей жизни, наверняка у вас были эти ситуации, когда вы сталкивались с полнейшим нигилизмом, с полнейшим неверием, абсолютным отрицанием. То есть, человеком происходит, вот у него уже всё плохо, у него уже беда, в общем, у него уже физический план пострадал, а он всё равно говорит, нет, я во всё это не верю. Вот насколько возможно, каждый ли может, или всё-таки существуют, не все способны принять вот это вот изменение, вот эту трансформацию для того, чтобы принять именно своё наследие и измениться? Очень хороший вопрос, Анастасия. Ко мне очень часто обращаются матери тех детей, которые отказываются понимать истинные причины своих страданий. И вы знаете, даже самые махровые атеисты, устойчивые в своей вере, с помощью материнских молитв, молитв семейных, начинают изменяться. Я видела это своими глазами. Мы с вами должны понимать, что возраст есть не только у тела, возраст есть у души. И этот возраст это объективное понятие. Мы не знаем, сколько времени нужно душе, чтобы она выросла до осознания, я не права, я устала страдать, я больше не хочу повторять этих ошибок. Очень часто ко мне приходят мои любимые родные ученики и друзья и спрашивают, да где же этот Бог, не может быть, чтобы он допустил всё это. И тогда я задаю встречный вопрос, спрашиваю, а когда вы более искренне молитесь, когда у вас всё хорошо или когда у вас проблемы в жизни. Вы знаете, дорогие, и могу точно сказать, горькая таблетка самая полезная, потому что когда возникают трудности в жизни, постепенно накапливается опыт и желание изменить себя к лучшему. И вот здесь молитвы рода, молитвы близких обладают огромнейшей силой. Очень хотелось бы направить всех на две чудесные книги. Я знаю, что наша встреча очень коротка, но хотелось бы, чтобы вы изучили методы помощи вашим близким. У нас есть такая чудесная книга, которая называется «Путешествие мистиков». Я могу дать ссылки на эту книгу. В ней рассказано, как помогать близким, как правильно относиться к ситуациям в жизни. Потому что когда мы страдаем за тех, кто страдает, понимаете, страдаем неконструктивно, не имея возможности помочь, а только испытывая негативные эмоции по отношению к тому, что делает или чувствует человек. Поверьте, Вселенная не желает нам этой судьбы и страдания. Если мы можем помочь физически, мы помогаем. Если не можем помочь физически или видим, что эту помощь не принимают, отвергают или она недейственна, пожалуйста, начните молиться, соединяйтесь с родом. Есть очень сильные обряды. Добро пожаловать на наш ретрит, на котором мы научим вас этим методом. Добро пожаловать на мой канал YouTube, там очень много информации об этом, особенно для русскоязычных. Добро пожаловать к чтению книги «Путешествие мистиков». Кстати, там описано и о моей судьбе тоже рассказано. Немного истории о том, как я помогала и практике, каким образом. Люди исцелялись. Добро пожаловать, дорогие. Поверьте, я чувствую, Анастасия, наша встреча с вами будет продолжаться. И эта возможность быть вместе и создавать групповое поле молитвы даёт очень большие изменения. Большие изменения не только в жизни всех, кто смотрит это видео, но изменения в ваших семьях. Потому что эта сила любви, гармонии и благословения начинает постепенно изменять мир. У нас были случаи, когда соседи по квартире переставали ссориться только потому, что мы в комнате проводили наши практики. У нас есть такая чудесная практика поле любви называется, которую мы создаём поле любви и распространяем на... Распространяем его вокруг, да. Да. Кстати, мы её даже по скайпу и по телефону сейчас проводим. Мои ученики в Лос-Анджелесе знакомы с Асей, Лариса, во многих сейчас в Штатах есть наши группы. Мы объединяемся вместе, соединяемся по телефону и молимся. Кстати, молились за стэгнет рок, стэндинг, прошу прощения за мой английский, стэндинг рок. Вы знаете, да, сейчас такая очень серьёзная ситуация здесь, в Америке. Молились за Украину, потому что то, что там происходит... В общем, сейчас есть, конечно, за что помолиться в нашем мире. Бог как раз нам даёт возможности послужить, вообще огромное количество возможностей, мне кажется, сейчас. Просто только начинай что-то делать, потому что просто куда ни оглянешься, везде есть возможность приложить своё добро, своё сердце, свою душу, да, и силу молитвы. И я хочу наших слушателей порадовать. Ладомира нам приготовила удивительный подарок, да, это будет практика, которую мы сейчас послушаем и проведём. И это бесконечный дар, который она для нас, в общем, для нашей радиостанции, для наших радиослушателей сделает. И я ещё раз представляю Ладомиру, да, и практику, которую она для нас сейчас проведёт. Мои дорогие, спасибо вам за принятие, спасибо за открытость сердец, спасибо за возможность чувствовать всё, что будет происходить. Это не моя сила, я лишь только канал этой силы. Я здесь, потому что мой учитель есть в моём сердце, и мой учитель даёт мне это знание и благословение. Пусть каждый из нас сейчас чувствует этот поток, поток, идущий от древних дариев, поток, идущий на эту землю для того, чтобы спасти нас и эту цивилизацию от техногенных усилий, от техногенных разрушений. Ну что ж, добро пожаловать. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, очень важно ваше тотальное внимание, выключите свои сотовые телефоны, постарайтесь сделать так, чтобы вас никто не беспокоил. Если есть возможность, вспомните или положите рядом с собой образы, фотографии вашего рода, матери слева, отца справа, представьте их, находящихся рядом, постарайтесь выпрямить свой позвоночник для того, чтобы соединиться с вашим деревом рода. Я беру в руки свой голос. Это мой Бубин. Постараюсь показать вам его. Какой необыкновенный. Да. Он обладает силой соединения человека с его душой. Возможность найти свой центр, себя настоящего, свою силу. Постарайтесь ощутить свой внутренний центр. Постарайтесь освободиться от внутреннего диалога. И когда вы будете слышать звук Бубна, вы можете смотреть или прикрыв глаза настраиваться на свой род. Пожалуйста, положите ладони на область своего живота. С каждым вдохом, делая вдох, максимально выпячивайте брюшную стенку, а на выдохе максимально втягивайте ее, прижимая позвоночник. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы наполняете силой живот, жизнь в древнем славянском знании. С каждым выдохом вы аккумулируете, центрируете эту силу. продолжая дыхание чувства движения живота, осознайте, как в вашей груди рождается молитва. Просите, просите высших сил понять, для чего вы рождены в своем роде, что вам нужно очистить и освободить, а что реализовать, успеть воплотить. просите, а я петь буду, молиться буду о душах ваших и о ваших близких. ой, разыдись темно, ой, разгорись добро, засверка светло, ой, яри ясное, да солнце красное, стань, стань, галида, я народ велида, стань, стань, галида, с неба на земли, якород вели, с неба на земли, якород вели, с неба на земли, с неба на земли, ой, разыдись темно, ой, разгонись добро, разгонись добро, разгонись добро, разгонись добро, разгонись добро. Почувствуйте, продолжая дыхание, что ваше тело это дерево. Представьте его, самое любимое, самое родное дерево в вашей жизни. Может быть, это яблоня, а может быть, тополь, а может быть, береза, а может быть, дуба. Почувствуйте, что ваш ствол это настоящее, это сила вашего воспитания в этой жизни. Почувствуйте, что ваша крона это ваши дети и мечты. Каждым листиком вы тянетесь к звездам, каждым листиком вы тянетесь в небо, к солнцу яркому, к луням нудро, и к звездам в часу. Тянетесь душой. А теперь почувствуйте, продолжая дыхание, корни рода своего. С каждым вдохом как можно глубже углубляйтесь в эти корни. С каждым выдохом поднимайте силу рода и аккумулируйте в области живота. Мы начнем с вами творить агму, древний звук, пробуждающий силу жизни. Живо! Еле слышно. Живо! Продолжайте дыхание своим ритмом и чувствуйте. Корни рода уходят вглубь, разделяясь на левый и правый канал. Слева вы видите образ матери и предков по матери. Они уходят в бесконечность вдаль. Справа вы видите образ отца и родных по отцу. Продолжайте дышать и творить агму. Идите в сторону материнской линии и чувствуйте силу талантов, идущих по женской линии. Вспомните свою мать молодую, о чем она мечтала. Вспомните, сколько даров у нее было слышно. Попросите маму, попросите молодую бабушек, прабабушек, всю молодую силу рода женского раскрыться внутри вас радостью, радостью, любовью, красотою, благословением, мягкостью, нежностью, творчеством свободным. Прощение. Принимайте с каждым выдохом аккумулируя в области живота силу рода матери. Поблагодарите эту силу. А теперь почувствуйте род отца вашего. Осознайте его молодым, смелым, решительным. Вся жизнь впереди. Почувствуйте его мужскую силу. Силу деда и прадеда вашего, мужчин в роду, осознайте справа от себя, уходящую вглубь опыт вашего рода. Попросите у рода силу защиты, воли, материального благополучия, безжалостности к страхам и лени, но уверенности самодостаточной силы, способность защищать себя, своих близких, дело свое. Попросите успех во всех делах, изобилие роду попросите. силу женского и мужского рода в балансе. телом. Уже сейчас телом своим вы можете ощутить, какой род более тяжелый, а какой более легкий, какой талантами к вам ближе находящийся, а который на расстоянии держащий свою силу. почувствуйте это телом, ибо ваша правая и левая сторона тела сейчас по-разному себя чувствовать могут. Поблагодарите живу жизнь, поблагодарите сваргу небесную, вечность, поблагодарите дух рода и почувствуйте, сейчас из вашего живота вверх по телу к макушке идет свет, который направляется выше вашей головы, туда, где живет мир, мечтань, мир сварги. Думайте о том, что вы хотите достичь своей жизни, направляйте силу жизни на достижение ваших целей. Просите благословения на все планы ваши, и да будет в этих просьбах счастье не только ваших близких, но всех людей на этой земле. Вспомните о тех, кому нужна помощь. А я молиться буду. Сойди, благодать, Божия, на наших трепетах, и ищи, ой, на святоках, и ищи. Всем богам слава! Всем духам горе! От кола до кола, от века до века, так было, так есть, так будет. Гойма, гоисва! Ложите ладони вашей в центр. Поблагодарите родовое древо, поблагодарите силу рода вашего, и дух свой, идущий через века, поблагодарите. Поблагодарите всех тех, кто рядом с вами находится, душой и физически. Поблагодарите всех, кто усилия совершает в помощи людям в это время страданий миллионов. Поблагодарите. И, открыв глаза, улыбнитесь, улыбнитесь, обнимите себя за плечи, и почувствуйте, что мы все с вами под защитой находимся, если души наши открыты молитве. Спасибо огромное, Анастасия, за эту возможность быть с вами. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это, конечно, было удивительно. Мне даже сказать уже больше нечего. Потрясающая практика. Я, к сожалению, вынуждена была в ней в полсилы участвовать, просто потому что я должна как ведущая программы, но я просто с невероятной нетерпением буду ждать запись, чтобы повторить еще раз этот ритуал с вами уже в записи. Я вам бесконечно благодарна и признательна, что вы были у нас в гостях, и я хочу напомнить, что с нами была Аллада Мира, целительница в девятом поколении, духовный учитель, шаман славянской традиции и удивительная, красивая, прекрасная женщина. Мне очень приятно, что она посетила нашу женскую гостиную, и я надеюсь, не последний раз. Да, спасибо, Анастасия, за эту возможность. Мои хорошие, милые, пожалуйста, добро пожаловать на мой канал видео YouTube Владимира Peaceful, добро пожаловать на сайт. А самое главное, если есть у вас возможность, приезжайте к нам в Лос-Анджелес, с 9 по 11 у нас будет ретрит «Сила рода», где мы физически с вами можем очистить все эти блоки, которые приводят к страданиям и несчастьям. Кстати, 3 декабря там же в Лос-Анджелесе у нас будет шоу сверхвозможностей для того, чтобы показать людям, что в нас скрыты такие ресурсные неограниченные силы, которыми мы можем пользоваться, должны пользоваться во благо нашим детям, во благо этой жизни. Вот. Добро пожаловать. Будем очень счастливы. Тем более, что я могу делать, поговорить с вами по скайпу, если нужно, ответить на ваши вопросы, провести диагностику вашей миссии, вашей родовой судьбы для того, чтобы определить те таланты, тот потенциал, который находится внутри вас и который обычно никто не верит, думает. Я обычный человечек. Вот. И те блоки, которые мешают достичь той или другой цели. с радостью, с огромной радостью помогу всем. Спасибо огромное ещё раз. К сожалению, наше время уже исчекло, поэтому я надеюсь до новых встреч и я вам бесконечно благодарна и признательна. Спасибо, друзья, что были с нами. С вами была Лада Мира и Анастасия Хрущинская в программе «Женская гостиная» на радио «Сангейтс». Слушайте нас по четвергам. Благодарю вас. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова